31 января в зале администрации района прошла 21 сессия Совета народных депутатов. В работе сессии приняли участие глава района Заур Хамирзов, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский Анзаур Гишев, главы сельских поселений, начальники управлений, отделов, представители общественности и СМИ. Первым на повестке дня был вопрос об обращении Совета народных депутатов муниципального образования Кашихабльский район к жителям района, руководителям организаций, учреждений, предприятий, по которому выступил председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Дорогие земляки, в 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Великой Победы. За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям, но Великая Отечественная война по своим масштабам и разрушениям человеческим жертвам не имела в себе равных за всю историю нашего государства, тем и значение нашей победы. 75-летие Великой Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением наших предков, воевавших за нашу Родину и против фашистской Германии. Каждый грел в ожесточенную борьбу с фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в талу не покладая рук и жалея сил, то убился на плана Родины. Приближая Великую Победу. К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше остаются участников и свидетелей тех страшных событий. Очень важно нам, нынешнему поколению, не забывать передавать потомкам всю правду о Великой Отечественной войне, чтобы старшее поколение ощущало внимание к себе, чувствовало, что память о них жива. Их славные боевые трудовые подвиги помнят и чтят. В Ташкабульском районе ежегодно проходится благотворительная акция по перечислению надземного заработка для оказания адресной помощи участникам Великой Отечественной войны, семьям участников, пружинам, пыльам, ветеранам труда. Эта благотворительная акция несет в себе большой морально-нравственной эффект. Мы, депутаты Совета народа, депутаты Ташкабульского района, в целях накопления денежных средств для оказания материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, пружинам тыла и проведения праздничных мероприятий и мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи обращаются к нам с просьбой развернуть работу по мобилизации денежных средств и перечислим ее на счет Ташкабульского района Совета ветеранов однодетных заработок сотрудников. Далее депутаты заслушали отчет межмуниципального отдела МВД России Кашихабульский о деятельности отдела за 2019 год. Докладчиком был начальник межмуниципального отдела МВД России Кашихабульский Анзаур Гишев. Подводя итоги работы за 2019 год, мне бы хотелось остановиться на следующих аспектах правоохранительной деятельности. Благодаря концентрации усилий органов исполнительной власти Кашихабульского района, в том числе и межмуниципального отдела МВД России Кашихабульский, по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности на обслуживаемой территории недопущено проявление терроризма, а также чрезвычайных происшествий при проведении значимых общественно-политических и культурно-массовых мероприятий. Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является профилактика противоправных деяний, повышение эффективности использования возможностей технических ресурсов и инноваций, имеющихся в арсенале правоохранительных органов, укрепление доверия граждан и общества в целом к органам внутренних дел, совершенствование информационной политики в системе МВД России, повышение открытости его деятельности и уровня взаимодействия с гражданским обществом. Важнейшим фактором работы с гражданами является своевременность проводимой проверки по заявлениям и сообщениям о происшествиях и преступлениях в строгом соответствии с действующим законодательством. В 2019 году в дежурной части отдела зарегистрировано 2225 заявлений и сообщений о преступлениях административных правонарушений и происшествиях на территории Кашкабовского района, АППК – 1944, плюс 12,6%, по результатам рассмотрения которых возбуждено было 143 уголовного дела. В 351 случае возбуждение уголовного дела было отказано. Общий массив зарегистрированных преступлений увеличился на 29,4%, со 160 до 207. Данный рост был обусловлен тем, что причиной его явилось документирование противоправных действий в 38 эпизодах в отношении одного гражданина по статье 327 части 1 УК РФ. Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, наоборот, снизилось с 28 до 24. Количество раскрытых преступлений увеличилось на 18,7%, со 150 до 178, а количество нераскрытых преступлений уменьшилось на 4,5%, это с 22 до 21. Процент раскрываемости был увеличен с 87,2% до 89,4% на 2,3%. В структуре зарегистрированных преступлений количество преступных деяний, по которым предварительное следствие обязательно в сравнении с 2018 годом, осталось неизменным и составило 79, по которым предварительное следствие необязательно составило 94 преступления. В 2019 году зарегистрировано 55 краж, АППГ было 54, в том числе и с незаконным праведливанием 23. Улучшились показатели по раскрываемости краж с 71,2% до 73,5%. Помимо всего, Анза Ургишев отметил, что с каждым годом мошенничество путем использования мобильных устройств возрастает. Все большую озабоченность вызывает преступления, совершаемые в сфере информационно-декоммуникационных технологий. Так, с применением сети интернет в истекшем году было совершено три преступления. Из них два мошенничества, 159, часть и 2, лица, по которым не установлено, и одно связанное с неправоверным доступом к компьютерной информации. Противоптическая работа данного вида преступлений сотрудниками полиции проводится на постоянной основе, в том числе и посредством районных СМИ, раздача буклетов с подробным описанием методики работы мошенников, доведением до граждан в общественных местах, на сходах граждан. Однако, данная работа будет недостаточно эффективной без помощи органов местного самоуправления, Кашкаба с коронавируемой общественностью. Анза Ургишев подчеркнул, что в целом криминогенная обстановка в районе стабильна, и в дальнейшем будет проводиться работа на поддержание этого уровня. Есть над чем работать, поскольку каждый день ставят перед нами новые задачи. Еще много предстоит сделать для укрепления безопасности жителей Кашкабаского района, и гарантией этого является ответственность сотрудников и безупречное исполнение служебного долга с важной и результативной работой всего личного состава. Масштабы проведенного работы значительные, и, как я уже говорил, достигнули бы ряд положительных результатов по вновьм направлениям деятельности. В целях стабилизации оперативной обстановки на территории района в первом полугодии 2020 года нам необходимо принять ряд совместных мер, в первую очередь профилактических. В тесном взаимодействии продолжить работу по профилактике мошенничества путем информировать население о способах совершения данного вида преступлений и мерах по их профилактике. Оперативно реагировать и направлять информацию о незаконном обороте наркотических средств, о лицах, причастных к распространению наркотиков. Организовать работу по пресечению незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, в том числе их реализации несовершеннолетним. Совместными усилиями выявлять неблагополучные семьи, активизировать меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, продолжить работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также исключением фактов управления жителями района, транспортом, сестра, состояния алкогольного опьянения. После выступления докладчиков глава района Заур Хамирзов поблагодарил Анзаура Гишева за проделанную работу. К межмуниципальному отделу внутренних дел, если я все правильно понял, никаких претензий у депутатского корпуса, у главы Василия нет. Хотел бы поблагодарить за работу, но только для этого спасибо. Всего депутатами было рассмотрено 4 основных и 2 дополнительных вопроса, по которым были приняты определенные решения. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев, Новости Кашхабского района.